Здравствуйте! В эфире «Открытое правительство» – программа, в которой мы рассказываем все о работе регионального кабинета министров. И сегодня у нас в гостях Евгений Анатольевич Нечепуренко, начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Ваше управление курирует как раз средства массовой информации, это и районные газеты, и муниципальные газеты, это и региональные крупные издания, и телевидение, и СМИ, которые находятся в сети интернет, публикуются. Вот главная задача управления, на ваш взгляд, которая сформирована, это донесение информации и как управление работает со средствами массовой информации, чтобы доносить позицию правительства региона до жителей Алтайского края. Ну, вы знаете, иногда можно услышать раньше особенно такое обвинение даже в адрес структур правительства края, которые несут в себе информационную работу о том, что мы там занимаемся пропагандированием деятельности органов власти, хотя ничего плохого в этом слове, собственно, нет. Вот. Ну, это, знаете, такая замшелая несколько позиция, на мой взгляд, потому что на самом деле и департамент информационной политики администрации, администрации губернатора, и наше управление как органом исполнительной власти, оно занимается вот то, с чего мы начали, а именно разъяснением. Разъяснением. Разъяснением ситуации, той или иной ситуации, тех или иных действий правительства, в том числе непопулярных. Ну, вот в качестве такого примера стихия, снежная буря, вот. Поэтому необходимо было организовать очень такое массированное, точечное в то же время информирование граждан о том, что происходит в городах, в районах, на трассах, вот. Вот. Всеми видами массовых коммуникаций. Это и социальные сети, и радиостанции, смс, оповещения, которым МЧС у нас занимается. То есть, все это необходимо было в течение нескольких дней держать в поле зрения. И информировать не только о том, ну, в первую очередь, в момент стихии, да, какие действия необходимо предпринимать людям, что делать в той иной ситуации или что не делать, но и рассказывать о том, какие меры предпринимают региональные и муниципальные власти по ликвидации последствий этой стихии. На территории Алтайского края зарегистрировано 243 средства массовой информации. Из них 158 периодических печатных изданий и 85 электронных. Да, Евгений Анатольевич, вот вы сказали о том, что задача правительства и задача вашего управления доносить до населения через средства массовой информации, в том числе и информацию, которая носит негативный характер, да, непопулярные, так сказать, меры, которые принимает правительство региона. Говорит ли это о том, что правительство Алтайского края на сегодняшний день стало более открытым, что оно не боится критики, а пытается людям объяснить, почему поступило в этой ситуации так? Ну, вы знаете, мне кажется, сегодня правительство находится в ситуации, когда оно, или правильно так скажем, правительство, его руководители, представители управления, министры, заместители председателя правительства, ну и самое главное, губернатор, никогда не были так доступны, как сейчас. В том числе это и технологии этому способствуют. Мы с вами начинали говорить о социальных сетях. То есть это такая коммуникативная вещь, которая позволяет человеку донести свою проблему, беду, просьбу или благодарность, что реже бывает, да, моментально. То есть буквально для этого необходимо несколько секунд, там, ну или минут, чтобы донести эту информацию до руководства. И этим люди пользуются. Ну, надо сказать, что иногда и злоупотребляют этим, да, потому что мы вот проверяем, допустим, возвращаясь опять же к истории со снежной бурей, проверяем некоторые случаи, да, вызовы, обращения людей. Действительно, они имели места быть. Да, приезжаем, а там все в порядке. И с точки зрения там снежных переметов их нет, или почистили уже, или не столь критичная ситуация. Ну, надо сказать, это единичный случай, но они тоже имеют место быть. Поэтому, вероятно, это не только в нашем регионе, но здесь и политика губернатора у нас, надо сказать, что она заключается как раз в этой информационной открытости. А можно ли говорить о том, что сегодня социальные сети мониторят не только пресс-службы, но и сами министры, и члены правительства региона? Ну, безусловно, они делают это самостоятельно. У многих министров личные аккаунты есть. У всех министерств и управлений есть аккаунты, как у органа государственного, органа исполнительной власти. Поэтому в этом плане тоже донести информацию точно до какого-то министра, или начальника управления, или руководителя инспекции тоже не составляет труда. Ну, я вам более того скажу. Вот уже второй год, ну, по большей части весь 2019 год в регионе становилась работа так называемого программного комплекса инцидент-менеджмента. То есть это программа, которая собирает в себе, ну, пылесосит, как мы говорим, все негативные публикации, комментарии граждан, проблемные публикации, обращения. Ну, вот если бы она выдавала анализ. Говорит об угрозах? Она говорит нам непосредственно об этих обращениях, то есть мы их структурируем по географии происхождения, по проблематике той или иной, и направляем их для работы в соответствующие органы исполнительной власти, министерство или управление, либо в муниципалитет. Но эта программа, если не ошибаюсь, была федеральным центром запущена и работает по всем субъектам Российской Федерации. Абсолютно верно, да. Вот на сегодня у нас достигает число обращений в неделю до 400-450. Тогда как, допустим, в середине минувшего года это было где-то 200-250. То есть рост в два раза. Вот. Но, тем не менее, этот рост, он у нас как тенденция отмечается. Мы считаем, что это не... Люди увидели, что инструмент работает. Верно, да. Это не потому, что мы там стали лучше или хуже жить. Просто люди заметили, что на их обращение... Реагирует, соответственно, это не значит. ...проступает реакция, причем, как правило, в течение суток. Вот. И, естественно, начали пользоваться этим инструментом как инструментом решения своих проблем. В социальной сети, с одной стороны, это оперативное предоставление информации для широкого круга лиц. С другой стороны, как вы уже говорили, не всегда там адекватно преподносит информацию. Не всегда эта информация правдивая. Вот для вас, как для человека, который работает со средствами массовой информации и отвечает за информационную политику правительства региона, средства массовой информации и, точнее, социальные сети, это инструмент, который больше помогает донести позицию правительства регионального или все-таки больше создает проблем? Ну, давайте все же разделим традиционные средства массовой информации или электронные средства массовой информации, которые в том числе и в социальных сетях присутствуют, имея свои аккаунты, и просто популярные паблики, личные страницы, блогеры и так далее. Как бы там ни было, традиционные средства массовой информации, они несут в себе очень важную составляющую. Публикация там — это все-таки более проверенная информация, более ответственная ее подача. В силу того, что у журналиста это, по идее, вообще в крови должно быть, прежде чем выдать какую-то… Ну и плюс профессиональная ответственность. Это даже первое. В крови она может потом появиться уже. Поэтому, соответственно, уровень доверия все-таки к ней выше, к этой информации. Социальные сети, блогеры — это, ну, как источник первичный порой, да. Но, тем не менее, вот работая ежедневно, профессионально с этим сегментом информационных материалов, нельзя не сказать о том, что он все-таки добавляет, скажем так, кривизну в информационное пространство. Вот. Поэтому это то, к чему нам надо привыкать еще, понимать все-таки, что с такой информацией надо работать, прежде чем ее давать вот в те самые традиционные СМИ. То есть вот здесь водораздел, он существует. Если у нас социальные сети, блогеры, те, кто ведет вот эти так называемые популярные, ну, не так называемые, а популярные аккаунты, если они не войдут в зону ответственности, вот, то люди рано или поздно все-таки могут потерять доверие, раз, а, соответственно, аккаунты потерять некую популярность свою. Евгений Анатольевич, вопрос, который волнует больше жителей наших районов, это, конечно же, судьба печатных изданий. Часто говорят, что сегодня печатные издания находятся на грани вымирания. Тем не менее, для многих жителей села это один из самых популярных, самых любимых способов получения информации. Это районные газеты, муниципальные газеты. Как дела обстоят с этим направлением работы в Алтайском крае? Ждет ли муниципальная газета объединение по кустовому какому-то принципу? Или сегодня регион делает все для того, чтобы сохранить ту огромную базу муниципальных районных газет, которые у нас существуют? Ну, вы немного даже ответили на свой собственный вопрос, говоря о том, что это одно из самых любимых источников информации для жителей наших муниципальных образований. На самом деле, печатные муниципальные СМИ остаются достаточно популярными, хотя, безусловно, вот эта общемировая, общероссийская, общерегиональная тенденция по переходу читательской, зрительской аудитории из печатного сегмента в цифровой, в электронный, да, она не могла не коснуться и наших муниципалитетов. Именно поэтому еще, ну, теперь, кажется, в далекий 2008-2009 год, в общем, порядка 10-11 лет назад, мы эту работу начинали с районными газетами, создавая сайты электронных... Каждого издания. Да, сайты, значит, печатного средства массовой информации. Эта работа не останавливалась ни один год, но даже сегодня, спустя порядка 11-12 лет, не все из 67 муниципальных газет создали эти сайты, но 56 присутствуют. То есть абсолютное большинство в этом электронном поезде мчится, работает со своим читателем, зрителем. Сайты позволяют такую мультимедийность определенную создавать на территории своего муниципалитета. И те, кто создавал сайт не для того, чтобы просто создать, а понимая его цель, задачи, понимая, как его необходимо развивать, сегодня добился определенных успехов. Сегодня и с точки зрения удержания аудитории своей, и с точки зрения какого-то финансового инструментария. То есть у нас есть муниципальные средства массовой информации, которые получают... Ну, это единая редакция, да, которые за счет интернет-сайта получают 10-15% общегодовой прибыли. То есть это та ситуация, когда диджитал помогает работать на печатные издания. Совершенно верно. Означает ли это, что печатным изданиям в Алтайском крае быть, и их судьба не плачевна, а перспектива развития у них есть, и она прорабатывается? Перспектива есть, поскольку здесь нельзя говорить о консервативности сельского читателя. Он сегодня точно так же, как и городской, как столичный житель, он спокойно может просматривать новости в гаджетах. Вот, но тяга читателя к новостям о себе, о своем районе, о своей улице, может быть, она неистребима в самом хорошем смысле слова. На этом держалась и держится муниципальная печать. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Нам остается пожелать только успехов в вашей работе. Спасибо за беседу. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите программу «Открытое правительство» и будете знать все о работе регионального кабинета министров.